Так, и возвращаемся к нашему Purple Rain. Крис, далеко не уходи, сейчас будешь читать. Если что, комната 98, EDA 4A. В общем, подходите потихоньку. Так, и нам сейчас Крис прочитает, что же нам скажет Purple Rain. На самом деле, зрители там уже тоже начинают расходиться. Уже как бы скоро 10 вечера, так что надо бы заканчивать. Что нам скажет Purple Rain? Он только нагрузился все это время, да? Отлично. Ну что ж, о боже, я же еще не закончил песню, которая будет тебя славить. Ты уже пришла? И только звук кликания мышки Любавы. Ой, она все-таки слышна, да? Замечательно слышна. Блин, ладно, я не буду кликать. У меня небольшие проблемы. Первый вариант, второй вариант. Мистик уже послал завершенный, значит, этот самый. Ну, короче, текст распространителю. Да, это та еще проблема. Лотса Манит. Или Лотса Мани. Что можно перевести как дофига денег. Отличное имя у Пони. Не тратит время. Он мог бы уже объявить о великой премьере в Клоудополисе. Ты должен остановить его. И Тома опять записывает на бумажку имя Пони. Она так не запомнит. Я уже бегу, лечу. А кто, собственно, этот Пони? Второй вариант. Закрустился, наконец. Я не сомневаюсь, что он в Клоудополисе прямо сейчас. Потому что премьера книги так скоро. Скачи, мой друг. Путешествуй с ветрами судьбы. И пусть она приведет тебя к бушующему шторму, короче. Как-то так. Мастера на непонятные фразочки. Красноглазый такой. Он переспал с бегуди. Серьезно. Сервер как бы не отпускает нас. Там еще, я думал, загрузится фраза. Окей. Так. Ну, сейчас попробуем сходить. Поискать этого. Ло от Саманет. Так, Клоудополис. Где-то тут рядом был Клоудополис. На самом деле. По-моему, вон там наверху. Тут недалечим. Так. У вас в последние полчаса. Это точно последние полчаса. Потому что люди просто уже реально идут спать. Потому что у нас как бы последний часовой пояс, можно сказать, российский. Дальше уже. Все уже там у кого-то уже давно заполнены. Небось. Несмотря на то, что завтра выходной. Вот. Так что мы сейчас сыграем последние полчаса. Это точно. Несмотря на то, успеем мы выполнить квест этот или нет. Поэтому, если у кого-то есть какие-то еще вопросы. У вас последние шансы их задать. Пока мы тут бегаем, кстати. Да, ребят. Те, кто еще в чате. Да задавайте побольше вопросиков. А то реально скучно сидеть. Мэй, задавайте вопросы. А то, что она пришла и сидит. Я пришла и сижу. Я впервые в жизни, точнее, исполнила свою мечту. Наконец, сижу через скайп на стриме. И тут вообще ни одного вопросика. Ну, кроме, типа, эй, мэй, ты кто там вообще, да? Все как-то застеснялись. Ну, ладно. Такой ништанчик просто. Джей написала, что внезапность. Ну, да. Где этого лоудсат мани искать? Непонятно. Сейчас будем бегать. Кстати, по поводу этого самого секретного места, да? Сейчас я покажу, где. Сама сориентируюсь. Да, мне тоже покажи, а то я не видела ни разу это секретное место. Сейчас. А, ну, короче, надо встать лицом к стадиону. Так. Нет, не к этому, который на отдельном облаке. Вон там. И с него будет видно это место. Сейчас долечу. Где-то вот в этих тучках. Так, опять-таки, если кто-то в чате знает, кто такой лоудс оф мани, где его искать. Но у меня есть подозрение, что его можно искать. Мейсней, почему именно Nightmare Moon? Почему Nightmare Moon? Сложно сказать. Во-первых, она самый первый злодей, как известно. В самом первом сезоне первые две серии посвящены именно ей. Поэтому, в принципе, понятно, почему такая большая любовь направлена именно на неё. Ну, а во-вторых, я очень люблю злобных персонажей. Ну, вообще, в принципе, люблю тёмных персонажей. И мне очень обидно, когда они раскрыт их полный потенциал. И они, собственно, побеждаются просто кучкой маленьких девочек-припевочек, которые, собственно, и иголку в иглу втыкнуть-то не смогут. И, в общем, это очень обидно. И мне обидно просто... Ну, поэтому я её люблю, собственно. Ну, не то, что даже её злоба, собственно, направлена на Селестию просто из-за детской обиды. Она ей там внимания не уделяла или что-то в этом роде. Но я всё-таки думаю, что есть какая-то причина более глубокая, о чём нам показано в сериале. Я очень надеюсь, что в комиксах всё-таки авторы нам раскроют её. Вот. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Очень сумбурно, но ответила. Ещё к тебе вопрос. Почему на фигбуке не отвечаешь? Ты на фигбуке есть? Да, я периодически драбло даже пописываю и выкладываю. Почему не отвечаешь? Давно не заходила? Нет, мы с Джей как раз недавно просто общались. И я просто... Джей, прости меня, я просто забыла посмотреть почту. Слушайте, что я сама потеряла здесь место. Вот тут есть радужный водопад какой-то. Но я не уверена, что это тут. Сейчас, Джей, я обещаю после стрима, зайти и ответить. Обещаю просто. Вот клятвенно клянусь. Чёрт, всё. Я... А, вот оно, всё. Вот оно, да. Что-то я туплю, вот оно. Саш, Джей, тебе задала вопрос. А мне что? Если ты делаешь ушки, то почему не делаешь копыты и хвосты? И почему не сразу костюмы пони на заказ? Костюмы я на заказ не шью, потому что я плохо шью... Ну как, неплохо, но я не швея. У меня нет образования, я не могу шить на других. На себе-то проще взял, померил, там, подделал, если что. Но на других я не могу шить, не позволяет мне совесть. Копыты и всё остальное. Ну, хвосты ещё, конечно, можно было бы. Хотя, ну, мне кажется, не особо. Ну, просто это самое то, что такое минимальное и ходовое. Людям проще как бы... Потому что с хвостом как бы неудобно и сидеть неудобно, и всё остальное. А, как бы, короче, вот это... Проще купить парик, постричь его и сделать каникулоновый хвост. Всё. Ну да. Ушки самое такое ходовое и несложное, поэтому и делаю. Короче, вот это секретное место. Вот оно, в облаке. Я очень ожидала чего-то более захватывающего, честно говоря. От чего? Не знаю, ну тут просто... Блин, колодец. Откуда они воду берут? А, не знаю. Ну, а из облака. Внезапно. В облаке вода есть. Я понимаю, что облако — это испарение воды, но, блин, жесть. Ну, короче, да. Тут так, как бы, просто место. Внезапно, да. Это подтверждает мою нашу теорию всёобщую. Физика для слабаков. Ладно, мы искали вотсов мани. Кстати, мне ещё писали, что грифония вроде как глючит, на икассе вроде как не глючит. Ну, не знаю. Я на грифонию захожу по тому принципу, что, как бы, тут народу меньше. Кролик чей-то застрял. Кролик, не падай. Вот, поэтому, как бы, я сюда и захожу. Ладно, пойдёмте поищем лотсов мани этого. Какой-то закат, красиво. Мне кажется, надо его, может быть, на центральной площади поискать. Там, где у них общая беседка. Может, где-то тут. Как бы такой деловой пони, по идее. Лотсов мани? Да. Очень много денег, замечательно. Потому что я, честно говоря, без понятия, где он может стоять. Открой секрет. Он может стоять везде, где угодно. Так-то, если. Да, я понимаю. Поэтому и, как бы, как бы, в этом и проблема. Что я не знаю, где он может быть. Я этот квест не проходила и не читала про него ничего. Так, тут его точно нету. Ну, пойдёмте искать. Мне вконтакте пишут, каковы шансы, что вы ответите на мои вопросы. А, какие вопросы? У тебя имеется в виду в чате вопросы. А, не знаю. Смотря какие вопросы. Ну, Крис интересно и копирует. Мне прочесть. Не всё подряд? Ну, на некоторые вопросы, возможно, я не могу ответить. Я ж не знаю. Тома, ты отправляешь ушки по почте? Я по почте, в принципе, всё отправляю. Но, естественно, это стоит дополнительную денежку. Кстати, вот пока мы тут возле школы, покажу этого поня, которому можно конфеты поменять. Вот он тут стоит. Вот этот жёлтый. Пегасы у него могут с ним долго поговорить. И он вам даст вот эти вот рок-кэнди. Кому интересно. А что делают эти рок-кэнди? А ничего, их можно просто продать. Это вот эти вот конфеты по одному битцу. Ничего, просто продать. Внезапно. Это не прикольно. Ну, не прикольно, а что делать? Я думала, там съешь, и над тобой появится облачко, и будет играть рок. Не, облачко тут надо это самое. Как это? Ну, я помню, там было какое-то облачко с дождём. Да, тут надо у водопада взять квест у одного товарища. Так, может кто-нибудь знает? Кто так вперёд смело идёт? Где этого чувака искать? В чатике напишите кто-нибудь. Пожалуйста. Сейчас посмотрим, тут мы ещё не были. Вот, всё. Спасибо Блайсеру. Вот этот синий единорог, он нас сюда привёл. Спасибо ему большое. Крис, почитай нам, пожалуйста. Вот она, он, она, оно, вот сама ли. Последняя буква не произносится на французский манер. Приветик, незнакомка. У меня для тебя есть невероятно выгодное предложение. Ты выбрала идеальную возможность, чтобы купить самый главный бестселлер года раньше всех. Я уже знаю об автобиографии Purple Rain. На самом деле он послал меня сюда, чтобы отложить премьеру. Первый вариант. Второй, я уже знаю о спортивном альбоме Purple Rain. На самом деле он послал меня сюда, чтобы попросить отложить премьеру. Причём здесь спортивный альбомах. Я уже знаю о последнем альбоме Purple Rain. Он на самом деле послал меня сюда, чтобы отложить премьеру. Я так понимаю, тут правильный вариант один. Первый, да, про автобиографию. И мы ждём ответа сервера. Сервер играет в молчанку. А что? Ты серьёзно? Серьёзно? Ты же, наверное, нашутишь? Сервер, ты шутишь? Не казни этого самого курьера. Или как там? Короче. Чего бью? Прошу помиловать. Не казни. Да. Извини, но на самом деле я серьёзно. Это сервер тебе сказал? Нет, это... Это пони мне сказал. Ах, это драма-квин. Королева драмы. А что у неё там опять стряслось? У неё? Окей, он королева драмы. Хорошо. А может он того за другую команду играет? Он боится, что его друзья детства, что им не понравится, как он их изобразил в книге, очевидно. Он хочет, чтобы книга была полностью переделана. Он не сказал почему. И сервер тоже не скажет. Послушай, я слышал о тебе хорошие вещи, я хочу тебе поверить, но боюсь, что мне нужно доказательство, прежде чем я отменю такую большую премьеру. Если есть какие-то доказательства, которые ты можешь мне показать, что ты действительно... Есть ли доказательства, что ты с ним действительно говорила? Как насчёт того, что ты спросишь меня, как он внешне выглядит? Я думаю, что... Что он был писателем, прежде чем ты сказал. А, я же знал, я же угадала, что он был писателем, прежде чем ты мне это сказал. Ну, давай первый. Нет, этого недостаточно. Хорошо, понятно. Purple Rain сказал мне, и только мне, куда он собирается в отпуск. Если ты с ним поговорила, значит ты должна знать, правда? Загадки, загадки. Скажет ли нам сервер? А на Фродис, второй вариант... А, на Фьорде. Погоди. Фродис, Фьорде, Фджеродцы, Фр... Короче, второй вариант правильный. Дай я его почитаю. Да, на Фьорде. Мы должны угадать, как пишется с Фьорде. Отлично. О, ты всё-таки рассказываешь правду. Это меня разочаровывает. Скажи ему вот что. Я собираюсь поговорить... Что-то там... С тем, кто будет объявлять со сцены. Пока я это делаю. Мне нужно, чтобы ты... Как бы... Пока... Короче, помогла мне. Я... Пока продал только одну книжку. Это был предзаказ. Фиг знает откуда. Его зовут Квиксэнд. Я не очень понял, про что он. И он жил... А, короче. Он уже продал одну книжку по предзаказу. Пони по имени Квиксэнд. Забучий песок. И, собственно, без проблем. Он отменит премьеру. Но одна книжка уже ушла по почте. Квиксэнду. Если сможешь вернуть эту копию, то без проблем. Да, конечно. Может быть, я это сделаю. И... Второй вариант. Блин. Purple Rain. Надеюсь, он заплатит мне много. Все. И слышен только топот копыт. И клац они по клавиатуре мы и ставят. Нормально так. Тут вопросики в чате висят. Вопросики. Так. Midway это в Хартлэнсе он имеет в виду, да? Да, он-то вниз по течению реки. Ого, сколько народу надо соскринить. Ну, я так, на обложке. Потом. Так. Тут вопросик. Крис, Тому и Мэй Снейп. Какой ваш любимый доктор из Доктора Кто? Одиннадцатый. А я вообще не смотрела. Крис, какой у тебя любимый доктор из Доктора Кто? Какой у тебя любимый доктор из Доктора Кто? Он сказал никакой. А я вообще не смотрела, и мне все равно. Так, ладно, пойдемте обратно. Кстати, тут Nightmare Moon, ты видишь, Мэй? Там он поняша Nightmare Moon стоит. Она НПЦ не игровой? Нет, игровой, конечно. Ну, значит, она не настоящая Nightmare Moon. Все, сейчас беда. А где в данный момент Тома? Тома в данный момент к Клоудополисе, но она сейчас будет возвращаться в этот... Господи, ну вы поняли. Знаешь, это очень круто, когда человек говорит о себе в третьем лице. Так, где я вообще нахожусь? Дурацкий Клоудополис с его облаками. Короче, Midway это в Heartland, да? Я правильно понимаю? Там есть река? Я уже путаюсь. Короче, сейчас мы летим к дирижаблю. По-любому. Так, и попробуем найти там реку и найти Квиксэнда. Ох уж эти предзаказчики, вечно с ними проблемы одни. Что ты ржешь, дитя? Серьезно? Тома высказалась. Ну а что, он еще и живет, небось? Не знаю, где, в турлах каких-нибудь. На Кудыкиной горе. А то. Так, вот. Идем в Heartlands. Так, Лю, какая у тебя любимая пони из пятого сезона? Никакая. Вообще никакой. Слушайте, пятый сезон только начался. Наверное, еще рано для вопросов про любимую пони. А у меня нет, я так чувствую, у меня в пятом сезоне вообще не будут любимые пони. Потому что для меня вот Nightmare Moon и Sombra. Вот это два таких злодея, которых действительно люблю. Ну, может быть, еще Дискорд в какой-то степени, но он как-то поменьше. Просто я люблю шиперить его с Флаттерша и все. Больше ничего так с Дискордом не связывает. Какая ты. Так, и где, извините, Down This River? Где она заканчивается? Где начинается? Вниз по течению, да? Где течение? Сейчас. Давайте долетим до реки и посмотрим, в какую сторону она течет. Так. Ну, походу, туда. Ну, это не река, это озеро. Или река? Река. Река. Все-таки у него где-то отдельный домик. Но как его quicksand? Тома, я тебя немножко перебью. Меня тут просто спрашивают, какие у меня хобби. Ты рассказывай, я пока летаю. Окей. Хобби. Ну, хобби у меня два. Это коллекционирование фантиков еще с детства. И второе хобби, скажем так, которое переросло больше в желание по будущей работе, это фотографирование. Вот. Это, наверное, все. Больше никаких хобби таких особо значимых у меня нет. Кстати, хочу отметить, смотрите, тут они теперь возле памятника наконец-то, блин, поставили телепорты к входу. Теперь не надо все это летать, блин, через половину карты. Это очень напрягало, честно говоря. Ладно, короче, нет, в деревне его нету, значит, летим дальше вниз по реке. Quicksand. Что там еще вниз по реке может быть? Река, почему ты в другую сторону теперь чечешь? Нет, серьезно? Тома, какие животные, кроме кошек, тебе нравятся? Вопрос в чате. Эээ, животные, но мне, кроме кошек, нравятся большие кошки, всякие тигры, рыси, семейство кошачьих. Ой, я в детстве очень сильно хотела себе завести львенка, но мама все время меня запрещала, говорила, что он будет, как он, наш коридор большой. А, ну да. И, в общем, я до сих пор хочу себе львенка, но на него нужен большой дом. Так, тут у нас лагерь с псами, тут планей нету? Внезапно. Мэй, Снэйп, ты любишь Тома? Это скорее утверждение, не вопрос. Ну да, я люблю Тома, конечно. Как я могу не любить Тома? Как можно тетю-то не любить родную? Да, логично. Так, кто не в курсе, мы кровные родственники. Да, это я... С Крисом я не кровный родственник, но я его племянница, потому что он муж Тома. Вот. Все очень запутано с этими родственными связями. Да, она моя племяш. Где он тут еще живет? Мяш-мяш. Волки, волки. 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 А я не знаю, где, в какой глуши тут еще кто жить может. Честно, я пытаюсь найти. Ну ладно, если сейчас не найдем, тогда... Сейчас закончу, может потом сама завтра так побегаю. Для интереса доделаю квест. Потому что я не знаю, где тут еще может кто обитать. А гайдов нету? Нет по значениям, где находится? Ну, понимаешь, если б был гайд, я бы сейчас ротой не маялась. Понятно. Все как всегда, в общем. Груми дэйс. Нет, не наш товарищ. Найт Ласт удивлена, что Крис твой муж. Она думала, что он твой брат. Так вот. Бывают в жизни. Мы будем вместе Пасху отмечать? Да, будем. Конечно. Да, именно поэтому завтра мы стремить не будем. Крис написал в чате, господи, у него такое удивление. Я думаю, я чувствую, Крис там полном в шоке сидит и не знает, что ему делать дальше, как дальше жить. Так, это еще один лагерь. Думаю, любишь печеньки или кексики или другие вкусняшки? Я люблю сладости, да. И пей кексики, и печеньки. И опять лагерь с собаками, никаких поней. Ты же где этот квиксент-то живет? Да, вся наша семья любит печеньки и кексики, которые делает Том. Ну да. Особенно шарлотку. Кстати, Том, будет у нас завтра шарлотка или нет? У нас завтра будет куличей куча, кучная. Куча, кучная. Блин, куличи-то хорошо. И бабушка пекла. И мама моя там. И твоя мама, и моя мама. Нет, моя напекла чуть-чуть кексиков имбирного печенья. Я ничего не пекла, я честно, потому что и так будет куча выпечки. А я только похудела чуть-чуть для костюма. И так печально будет завтра это все. Сейчас момент. Night last. Да, серьезно. Крис, муж Тома. Все, вот примите это как данность. И не удивляйтесь. Что там вообще странного? Не знаю. Это вполне нормально, когда мужчина и женщина женятся. И создают семью. Что в этом такого? Да, они муж и жена. Муж и жена один сатана. Да? Cold Steel. Нет, тоже не наш товарищ. Где же ты тут его еще искать-то, а? Тома, посмотри, там Крис еще живой, нет? После таких вопросов. Здесь живой, в смысле, здесь. Слушайте, все, у меня кончилась идея, где тут еще может быть Quick Center. Ну, Midway это Heartlands. Это однозначно. Ну, где он тут может стоять? Cold Steel. Там вот в этом самом никто не писал в чате ничего? Нет. Так, что за дерево? Я не помню такого. Сейчас. Алиса Лимонко пишет. Моя племянница Тома, я не знала. Теперь буду знать. Sorry, если есть ошибки. Кто вы думали, я для Тома? Вот чисто так вопрос. Кто я для Тома, по вашему мнению, была, пока вы не узнали, что я ее племянница? Смотрите, какая обманка. Там дерево, а тут стена невидимая. Так нечестно. А дерево как поневили прямо. Ой, дракон. Есть там кто-нибудь пони? Да, вдвоем мы не особо на дракона. Полетели дальше. Вот тут бы сейчас, конечно, его кучей закучить-то. Дракон бы убежал от такого количества поней. Да, но вдвоем мы его, конечно, втроем, четвером. Ну, не знаю. Ты просто... А, уже начали бить. Ну, что ж такое? Тома, все думали, что я твоя подруга? Ну, да. Ну, фактически так и есть, да, но просто плюс еще кровные связи, поэтому... Ну, просто сам факт. Мне 17 лет, а Тому уже больше 25. И вопрос, как мы тогда могли бы стать подругами? Просто где бы мы познакомились? Так-то если. Ну, да, так-то если. И плюс, как бы я тогда появлялась на канале у Криса? Это же сначала я у Криса появлялась, а потом... Почему я не атакую? Что за ересь? А ты попробуй нажимать. Да нажимаю. А, вот. Я в прошлый раз, я когда играла пегасами, у меня почему-то всегда такой лак был. Я вроде как лечу, и вроде как он что-то делает, но урон не приносит. То есть вообще, вообще, вообще. А там вроде уже вошла система, что можно, типа, бить врагов, но они тебя не могут бить. Да нет, тут можно бить, как минимум, врагов. Хотя в Heartlands вроде можно теперь и в Friendfire, ну, в смысле, и не врагов бить. Тома, в чате спрашивают, когда вы поженились с Крисом. Да уже 10 лет назад почти. 6 августа будет 10 лет. В 2006-м вы вроде, нет? В 2005-м. А, в 2006-м я с операцией, по-моему, лежала, да? В 2006-м год. Ну, я уже не помню. Я тоже не помню. Почему-то мне всегда казалось, что вы в 2006-м поженились. Не знаю, почему-то так казалось. Ну, я помню просто, что летом, в августе, а когда, не помню. Короче, мы методично пинаем дракона. Отчаявшись найти квиксента, мы просто пинаем дракона. Найтмармун, это, пони и Найтмармун всех там сейчас валит. Там возле дракона прямо стоит. Ну, так, круто. Он вообще на кого-нибудь агриться, я не пойму. Он там в пустое место, что ли, дует? Он пытается, я так понимаю, попасть в эту поньку, которая Найтмармун, но всё тщетно, потому что она прямо возле него стоит, а он слишком далеко бьёт. Это у него... Вот, пикап. Пикап-мастер? Да, я спикапила. Дракона? Нет, броньку, но почти не всю. Ага. Ну, в плане, у меня инвентарь перегружен, поэтому взялось не всё. Печально. Я могу это одеть-то? Попробуй, может, получится. Почему у меня двое ботинков? Да, сейчас мы заканчиваем. Короче, ладно, я сейчас не одену. Короче, броньку я взяла, наверное. В общем, такие вот приключения по ней. Так, ребята, я, честно говоря, не знаю, где этого квиксенда искать. Я предлагаю заканчивать нам нашу эпопею. Можем вернуться в город, чтобы тут не это самое. В общем, предлагаю, полетели до города, и там закончим, и всё. Так. Кто-то со мной хочет потрейдиться, да, я давайте с удовольствием потрейдюсь. Да, дайте дома все ваши пожитки. Я помню, в Драконнике можно было раньше квартиры создавать. Помнишь, там была такая система? Каждую неделю, по-моему, собирали по 6 или по 5 золотых за квартплату. И там было круто, но она была очень маленькая, честно говоря. Я вот, я когда её купила, у меня такой шок, она такая маленькая. Мой персонаж еле влезал туда. Так, где город, я уже забыла. Город там, где растёт мох. Ладно, давайте закончим туда, на башне. Я что-то город не вижу. Совсем старый стал. Короче, вот я лечу сюда, на смотровую башню, которая, собственно, наш крестодатель там, где стоит, изначальный. Всё, давайте тут заканчивать. В общем, я подожду, пока народ подлетит. Одену броньку сейчас. В общем, когда будет следующий тест, без понятия. Что там будет, тоже не знаю. Вот. И... Ну, надеюсь, там будет что-то уже чутка поболее, чем сейчас. Потому что пока как-то это самое. Всё печально. Вот, я такой весь модный в броне. Сажусь. Fashion is my profession, да? Да. Вот, у меня только передних накопытников нет и на спину. Браслетик клёвый. Да, браслетик. Короче, там вообще полный сет с дракона падает. Но у меня просто места в инвентаре не было, поэтому я не всё взяла. Вот. У тебя там куча кучняшек, поэтому... Зачем тебе полный сет? Мне, честно говоря, вот эта вот бронька золотая не очень понравилась. Мне больше эта шляпа приключенческая нравится. Ну, да. Ну, бронька, конечно, спорная. Вот, так мы сегодня побегали. Так, вопросов в части вроде больше актуальных нет. Давайте, наверное, заканчивать. Я ещё пять минут посижу, пока будет заканчиваться стрим. От Тома, 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 подожди. Мне тут в ВКонтакте написали. Если вы ещё не закончили, то передай Тому, что квиксент у домика Флоттершай. Квиксент у домика Флоттершай. Всё слышали? Ну, я сейчас уже, наверное, добегать не буду. Тогда, может быть, завтра сама по себе сбегаю. Если кто квест проходил, вы тоже можете тогда, соответственно, его сделать. Вот, если кому интересно, чем там всё дело заканчивается, я, наверное, завтра как бы сама... Ой, ну хватит мне, хватит ботинков. Сама, короче, фронт лекс, передний, понятно. В общем, сама добегаю, стримить уже точно не буду. Вот, всё, спасибо большое всем, что посидели с нами сегодня в этот долгий вечер, в субботнике. Всё, и до встречи в следующих видео. Всем спасибо, всем пока. Мэй, тебе спасибо большое за компанию. Всегда пожалуйста, я всегда готова. До завтра, да, давай, пока. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok